Паралич движения трамваев и серию дорожно-транспортных происшествий вызвал сегодня оборвавшаяся контактная сеть электротранспорта в Нижнекамске. Находящиеся под напряжением провода рухнули на проезжающие машины. Водители, ехавшие сзади, не успевали среагировать на внезапную остановку. По одной из версий, причиной всему мог стать автоэкран, зацепивший воздушные кабели. Но водитель последнего утверждал, ездил тут не раз и по габаритам грузовик прекрасно проходит под контактной сетью. О возможных причинах и последствиях Алина Бережная. Здесь вот металл для металла. Эльмира Шайхова одна из пострадавших от падения контактной сети трамвайной линии. Именно на ее автомобиль и упал высоковольтный провод. Женщина сильно испугалась, тут же остановилась. И в этот момент в ее автомобиль въехала другая легковушка. Я испугалась не из-за того, что я стукнула, а то, что у меня провода упали на лобовое стекло. Знаков никаких. Под электричеством же еще будет. Да, и меня просто смутило то, что они даже не подходили и не убирали. Я вот этими руками сама убирала провода. Аварийная служба приехала быстро, но вот устранить последствия оперативно не получилось. Всего было повреждено около 300 метров кабеля. Предположительно, там кран стоит. Кран зацепил провода. Ну, получился обрыв. И все устраняем. Почувствовали вот этот контакт с проводами? Нет, не посигналили, я остановился. Водитель манипулятора сам не знает, как все произошло. Этой дорогой ездит постоянно и пересекал пути не один раз. Габариты автокрана всегда позволяли проезжать здесь без проблем. И не представляет, почему этот раз он должен был их задеть. Поэтому теперь, как и сотрудники трамвайного предприятия, будут ждать заключения экспертной комиссии о причинах происшествия. Если провода задел именно автокран, то по какой именно причине? Движение электротранспорта восстановили через несколько часов. Затем специалисты начали выяснять точную причину этой аварии. Скоро подсчитают и сумму ущерба от простоя. Оплатить ущерб, вероятно, предстоит тому, кого признают виновным в этом происшествии. Алина Бережная, Александр Комаров, Вызов 112.